Евразийская экономическая интеграция Евразийская экономическая интеграция С 1991 года прошел ряд этапов Начинали мы с единого народно-хозяйственного комплекса В сущности, то, что мы сегодня называем интеграцией Это, по сути дела, восстановление тех экономических связей Которые были разрушены в ходе развала единой страны И сегодня мы пытаемся их собрать уже на новых рыночных условиях Из того, что осталось в рамках нашей кооперации Вырастить конкурентоспособные структуры на более широком рынке В начале сотрудничество между республиками бывшего союза Ставшими независимыми государствами Поддерживалось через двухсторонние договоры о свободной торговле Мы их заключили со всеми государствами СНГ И вплоть до позапрошлого года Эти двухсторонние договора были основой зоны свободной торговли Которое у нас существовало все это время Мы не могли продвинуться длительное время В сторону углубления интеграционных связей Потому что разные страны по-разному себя оценивали С точки зрения своих внешнеэкономических контактов И долгое время СНГ существовало больше формально Как некая оболочка, создающая видимость общего экономического пространства В то время как по существу Дальше двухсторонних соглашений о свободной торговле Мы не продвигались Спустя какое-то время После того, как во всех государствах была завершена приватизация И появились новые властвующие элиты В государствах, в республиках бывшего союза Наконец, руки дошли и до поиска более удобных Более благоприятных для сотрудничества форм экономической интеграции В 2000 году было создано Евразийское экономическое сообщество С этого момента воплотилась модель разноскоростной интеграции В связи с тем, что каждое государство себя по-своему позиционировало В окружающем внешнеполитическом и внешнеэкономическом пространстве Далеко не все государства были готовы К снятию таможенных барьеров К формированию общего рынка Таковых оказалось на тот момент всего 5 Это наша тройка Россия, Беларусь и Казахстан Которые впоследствии создали таможенный союз И который сейчас формирует Евразийский экономический союз А также Киргизия и Таджикистан Которые присоединились после неудачных попыток Интегрироваться у себя в Среднюю Азию В то время было несколько конкурирующих интеграционных проектов С одной стороны на нас давил Европейский союз Пытаясь расширять свою экспансию на восток И они придумали антироссийский проект Гуам Где попытались объединить против нас Грузия, Узбекистан, Азербайджан и Молдавию Проект был сугубо политический У него не было никакого экономического смысла Поэтому он быстро заглох С другой стороны Центральной Азии не без помощи Турции Начались попытки формирования большого Туркестана Который тоже заглох в силу отсутствия какой-то общеэкономической базы для сотрудничества И по инициативе Назарбаева в конце концов с этими экспериментами решили закончить И выделить в рамках СНГ государство, которое действительно желает более тесной кооперации Более тесного сотрудничества и готовы на жертву своего суверенитета ради формирования общего экономического пространства Таким образом был запущен проект Евразийского экономического сообщества Который с самого начала продекларировал цель создания таможенного союза Параллельно спохватилась Украина, которая разрывалась между двух интеграционных центров Она жестко связана с нами по производственно-технологической кооперации Практически все ключевые отрасли украинской экономики, которые обеспечивают ее развитие Тесным образом и безальтернативно завязаны на Россию Это машиностроение, агропромышленный комплекс и химико-металлургические комплексы Но в то же время политически властвующие элиты Украины Стремясь обособиться от России и любым образом доказать свое право на национальный суверенитет Дрифовали на Запад вопреки своим экономическим интересам Когда был создан Евразийское экономическое сообщество Кучмат у нас похватился И по его инициативе параллельно было запущено так называемое единое экономическое пространство В которое входили та же тройка наша Россия, Белоруссия и Казахстан плюс Украина Надо сказать, что проект единого экономического пространства имел все шансы на успех Однако в силу особой позиции внутри российской бюрократии Он не состоялся Украина его ратифицировала То есть был подписан договор Ратифицирован Украиной Но он не был ратифицирован ни Россией, ни Казахстаном Потому что тогда под влиянием господина Грефа возобладала точка зрения Что нам нужно сначала войти в ВТО А потом уже строить таможенный союз Эта точка зрения была ошибочной, некомпетентной Проистекающей из неправильного понимания логики интеграционных процессов Но тем не менее она была тогда реализована Группа переговорщиков, которая стремилась Россию любой ценой втащить в ВТО Усматривала в таможенном союзе угрозу своим конъюнктурным политическим целям Поэтому они торпедировали проект единого экономического пространства И, к сожалению, мы упустили возможность включить Украину с самого начала в ядро интеграционного процесса Вместе с тем ни шатка ни валка процесс евразийской интеграции развивался Постепенно нарабатывалась догорно-правая база И, в конце концов, когда уже стало понятно, что за вступление в ВТО нам предлагают слишком высокую цену Наш руководитель Владимир Владимирович Путин принял решение двигаться по пути евразийской интеграции Не взирая на любые сложности с вступлением в ВТО И он оказался абсолютно прав, потому что как только американцы увидели, что мы махнули рукой на ВТО И начали строить свое интеграционное объединение по-настоящему Тут же изменилось отношение, и нас быстренько приняли в ВТО В общем-то, это легко было с самого начала предположить Что если Россия будет расширяться как ядро интеграции на территории постсоветского пространства То американцы и другие наши недворожелатели, наоборот, перестанут нам мешать вступать в ВТО Наоборот, начнут нас в ВТО затягивать Для того, чтобы связать нам руки побыстрее И обложить большим количеством внешнеторговых обязательств Которые не дадут нам построить единое экономическое пространство По той архитектуре, которая бы для нас была оптимальной Тем не менее, мы успели до вступления России в ВТО В общем-то, завершить создание таможенного союза В настоящее время у нас работает полномасштабная единая таможенная территория Сняты таможенные границы с Белоруссией, с Казахстаном Работает единое таможенное законодательство в виде таможенного кодекса прямого применения Проводится единая торговая политика Действует единый таможенный тариф Отработана общая система санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля Быстро развивается единая система технического регулирования И общий рынок товаров сегодня дополняется уже общим рынком услуг, капитала и труда Все это мы сделали достаточно быстро В 2009 году был запущен процесс создания таможенного союза Летом 2009 года было заявлено, что мы создаем таможенный союз И со Всемирной торговой организацией ведем переговоры на общих позициях Как уже таможенный союз с единой переговорной позиции С 2010 года заработала единая таможенная территория Мы сразу же получили колоссальный эффект Со снятием таможенных границ у нас объем взаимной торговли вырос более чем на 40% Почти в полтора раза Очень бурно начало развиваться пограничная, приграничная торговля и сотрудничество Особенно быстро начали расти белорусско-казахстанские связи Объем товарооборота вырос пятикратно за один год То есть снятие таможенных границ сразу же дало себя знать в оживлении торговли И в создании условий для разнообразных форм экономического сотрудничества Могу сказать, что до снятия таможенных границ Примерно половина времени, которое товар тратил в пути между Белоруссией и Казахстаном Приходился на простой, на таможенной границе И издержки, хотя у нас не было таможенных пошлин Но само наличие таможни, требования таможенного оформления Разных видов пограничного контроля Которые я назвал санитарный, ветеринарный и фитосанитарный Все это, естественно, очень серьезно сдерживало совместное сотрудничество и торговлю По нашим расчетам, из примерно двухкратного падения объемов промышленного производства После 1991 года, когда распался Советский Союз Мы уже через пять лет потеряли половину промышленного производства Примерно половина от этой половины, то есть четверть Пришлась на разрыв кооперационных связей Из-за появления государственных границ Если вы помните, как была устроена советская экономика Она состояла из крупных научно-производственных и производственных объединений Которые включали в себя полный комплекс всего, что необходимо для выпуска готовой продукции Научные институты, проектные организации, опытные заводы, серийные заводы Каждое такое производственное объединение включало в себя десятки предприятий И насчитывало десятки тысяч работающих И все это было разбросано по всем республикам То есть единый народно-хозяйственный комплекс стягивался вот этими производственными объединениями И функционировал как единое целое Появление государственных границ обрубило кооперационные связи во многих отраслях И из-за этого повысились издержки, сократились объемы производства Поэтому снять это можно границы, конечно, сразу дало серьезный позитивный эффект В дальнейшем этот эффект довольно быстро выветрился Потому что само по себе формирование общего рынка товаров Еще не дает необходимых условий для успешного экономического развития Нужна общая стратегия развития Мы оцениваем совокупный интеграционный эффект От снятия таможенных барьеров и формирования единого экономического пространства Примерно в 15% валового продукта дополнительного объема производства На горизонте до 2030 года Что означает, что в 2030 году мы будем иметь ВВП на 6% больше Чем если бы мы имели, не создавая единое экономическое пространство В совокупности это означает примерно 700 миллиардов долларов дополнительного объема производства товаров Тоже на горизонте до 2030 года Вместе с Украиной примерно триллион долларов оценивается интеграционный эффект Но две трети этого эффекта приходится на общую стратегию развития Потому что без общей стратегии развития сам по себе общий рынок не гарантирует экономического роста На этом общем рынке могут обращаться и китайские товары, и турецкие, и европейские, и какие угодно Поэтому если у вас нет стратегии развития, то ваши конкуренты на вашем собственном общем рынке будут вас вытеснять и бить Как это собственно сейчас и происходит Поэтому формирование общих стратегий развития в целом по экономике, в отраслях, в промышленности, в сельском хозяйстве Это важная составляющая, которая должна дополнить общий рынок На сегодняшний день у нас уже создан общий рынок товаров Он работает с небольшими изъятиями, связанными со специфическими товарами, требующими национального лицензирования Самая большая группа это лекарства, по которым у нас пока нет общего рынка Действуют небольшие изъятия в части льготного режима для инвесторов В рамках государственных инвестиционных программ развития, принятых в Казахстане Этот общий рынок товаров сегодня дополнен уже гармонизацией антимонопольного регулирования Общим механизмом госзакупок мы формируем единое правило госзакупок на основе электронных аукционов К сожалению, пока не удалось нам решить задачу формирования общего энергетического рынка и общего рынка транспортных услуг В силу того, что здесь мы сталкиваемся с интересами крупных монополистов, которые не очень-то хотят открывать национальное экономическое пространство для конкурентов Кроме общего рынка товаров, в рамках единого экономического пространства, которое мы начали строить с 2012 года Мы на сегодняшний день имеем общий рынок труда, с Белоруссией он практически работает без особых ограничений С Казахстаном мы тоже близки к завершению общего рынка труда На котором уравниваются социальные права трудящихся мигрантов и снимаются ограничения Остается, правда, очень серьезное ограничение, которое никак не удается снять из-за бюрократических интересов министерства образования Которые не хотят взаимного признания квалификационных документов и приходится проходить через процедуру на старификации дипломов Но, я думаю, эта задача тоже будет со временем решена Общий рынок услуг, в котором есть сегодня такие тяжелые для интеграции зоны, о которых я упомянул Это трубопроводный транспорт У нас, вы знаете, по закону только Газпром имеет право качать газ на экспорт Поэтому вопросы транзита газа, они сталкиваются с интересами нашей крупнейшей монополии Решение этих проблем несколько отодвинуто сегодня Некоторые, если мы раньше планировали закончить процесс интеграции здесь в 2017 году То сейчас, по всей видимости, на несколько лет он будет продлен То же самое касается общего рынка железнодорожного транспорта Где мы тоже сталкиваемся с интересами монополии Мы должны будем уже в будущем году выйти на единый железнодорожный тариф Надеюсь, что задача будет решена Но, кроме этого, есть еще масса вопросов, связанных с движением локомотивов, вагонов и тому подобное Тяжелый для интеграции сектор оказался финансовых услуг Я говорю «оказался», потому что здесь, в общем-то, можно было ожидать и такого более быстрого продвижения Но, тем не менее, из-за того, что в каждом государстве сложилась уникальная система финансового регулирования Сильно отличающаяся друг от друга, интегрировать финансовый рынок оказалось непросто Мы до сих пор не приняли решение создавать или не создавать единый финансовый регулятор Задача создания единого страхового рынка отодвинута на 2017 год и далее Мы не планируем создавать единый валютный рынок, переходить на единую валюту Исходя из этого, у нас сохраняются самостоятельные центральные банки в каждом государстве И поэтому непросто решать вопрос унификации банковского регулирования Пока речь идет всего лишь о гармонизации Но в то же время мы должны в любом случае создать единую систему валютного регулирования С тем, чтобы обеспечить свободную конвертацию валют Она, в принципе, и сейчас идет Но пока, к сожалению, по многим видам финансовых услуг у нас большие обременения сохраняются Которые ведут к высоким комиссионным банкам, которые посредничают на этом рынке Банки не могут открывать филиалы друг у друга Тяжело идет работа валютной биржи по национальным валютам И, в общем-то, стоимость финансовых транзакций у нас раз в 10 больше, чем она должна была бы быть Но участники рынка это не очень-то замечают Потому что доля процентов за банковские услуги, может быть, не столь велика Но, тем не менее, ее можно существенно сократить Если бы мы приняли решение о создании единой платежной системы Единой системы обмена межбанковской информацией Во всяком случае, мы бы обезопасили себя от угрозы извне Вы в курсе, очевидно, сейчас проблем, которые возникают в связи с угрозой введения экономических санкций против России Периодически американцы угрожают санкциями против Белоруссии И она во многом до сих пор работает под санкциями И с учетом агрессивного настроения американских партнеров Вполне вероятно, что проблемы они нам будут создавать все больше и больше Поэтому нам нужна единая платежная система В рамках России эта задача сегодня решается на уровне банковских карточек Желательно было бы, чтобы она была единой в рамках всего нашего Евразийского экономического союза Но самое главное, это единая система обмена межбанковской информацией Сегодня банки связаны друг с другом через систему SWIFT международную Которая весьма дорогостоящая и которая уязвима В том смысле, что в любой момент по требованию Соединенных Штатов Эта система, которая хоть и вроде как независимая, международная Штаб-портира находится то ли в Бельгии, то ли в Голландии, я сейчас не помню Но тем не менее, когда американцы на них нажали, они Иран отключили И в итоге Иран оказался изолирован с точки зрения ведения любых финансовых операций Поставили страну в очень тяжелое положение Нам для того, чтобы этого избежать, нужно, конечно, иметь свой аналог обмена Межбанковской информацией Пока эта задача решается, опять же, в основном на национальном уровне Нужно решать ее и дальше Ну вот, в совокупности, все эти проблемы будут тянуться еще некоторое время Но я вам должен сказать, что процесс интеграции, он такой бесконечный Мы видим по примеру Европейского Союза, там даже есть такое сравнение Приписывается одному из основателей Европейского Союза, который сравнил процесс интеграции с велосипедом Вы должны все время крутить педали, чтобы не упасть Значит, то есть интеграция имеет свою логику И эта логика привела Европейский Союз к определенным проблемам, которых мы хотим избежать Но, тем не менее, процесс интеграции всегда имеет массу противоречий Приходится согласовывать интересы сторон Все время появляются новые интересы И интеграционный процесс — это живой организм Европейский Союз здесь продвинулся дальше всех Всего в мире существует несколько десятков интеграционных структур Самый развитый является Европейский Союз, который фактически сегодня... Я бы определил его как бюрократическую империю То есть Европейский Союз с точки зрения экономического регулирования Сегодня представляет, по сути, единую страну В том смысле, что у них общее регулирование внешней торговли, внутренней торговли Техническое регулирование общее, общая система госзакупок Общая система таможенного администрирования, хотя сохраняются национальные таможни Единая валюта в большинстве стран Евросоюза объединяет Единая валюта повлекла за собой унификацию долговой политики Потому что деньги сегодня в мире эмитируются под долги В основе евро лежат долги европейских государств То есть эмиссия евро, как эмиссия доллара, идет под долговые обязательства государств Если в Соединенных Штатах это одно государство Собственно, американское казначейство эмитирует государственные казначейские обязательства свои И под эти обязательства Федеральная резервная система США печатает доллары В Европе система аналогичная, только эмитентов много Поэтому Европейский Центральный Банк, он вынужден печатать деньги под любые долговые обязательства Европейских стран, скупая их на рынке Что дало возможность Греции, например, так быстренько поднять свой государственный долг До такого уровня, что они уже не смогли его обслуживать Но Центральный Банк Европы все время этот долг вынужден выкупать И под греческие облигации печатать новые деньги Поэтому для того, чтобы валюта была устойчивая Нужно, чтобы долговая политика была унифицированной А для того, чтобы долговая политика была унифицированной Нужно унифицировать бюджетное законодательство в части долгов Это влечет за собой уже и унификацию налоговой системы То есть интеграция имеет свою внутреннюю логику И заставляет вас двигаться дальше, если вы проходите определенные рубежи В отличие от европейской интеграции Евразийская интеграция эти рубежи четко для себя определила Наши главы государств определили, что мы формируем единое экономическое пространство Включающее в себя классические четыре общих рынка Товары, услуги, капитал и труд Общая стратегия развития Мы имеем сегодня несколько межгосударственных целевых программ в рамках Евразии Но мы не вводим общую денежную единицу Нам она не нужна Это решение связано с тем, что Самоэкономический механизм устроен по-разному Если в России и в Казахстане денежная система очень открыта И практически полностью удовлетворяет требованиям МВФ Что для нас создает гигантскую проблему утечки капитала Как вы знаете, мы теряем по 100 миллиардов долларов каждый год То в Беларуси денежная система закрыта Там действует достаточно серьезный механизм валютного регулирования И Центральный Банк Белорусский Выполняет функции главного кредитора развития белорусской экономики Подобно тому, как это делается в Китае В Японии делалось Да и собственно в Европе делалось Вплоть до 70-х Среди на 70-х годов Наш Центральный Банк функции кредитора не выполняет В этом его большая слабость И если белорусскую денежную систему переделать под нашу Белорусская экономика просто сразу остановится Потому что главный источник кредита у них Это денежная миссия со стороны Центрального Банка У нас главным источником эмиссии был приток иностранной валюты Вплоть до последнего времени В силу того, что у нас большое положительное сальдо торгового баланса Мы могли на таком РЗАС механизме какое-то время жить Денег оказывалось много в экономике Потому что приток валюты большой У белорусов такого не было У Казахстана тоже положительный торговый баланс Соответственно, наши денежные системы российская и казахстанская от белорусской сильно отличаются Унифицировать, вы знаете, может быть, помните Здесь 15 лет назад была бурная дискуссия Когда мы создавали союзное государство Почти уговорили Лукашенко перейти в рубль, в рублевую зону И тогда даже договор был подготовлен о том, что Белоруссия присоединяется к рублевой зоне Но когда они поняли, что они из нашего центрального банка никаких кредитов взять не могут Потому что такая политика отсутствует в России Они от этой идеи, конечно же, отказались Кроме того, единое денежное пространство В условиях, когда на Россию приходится 85% экономического потенциала И рубль обслуживает практически 90% товарооборота взаимной торговли в национальных валютах Кажется достаточно искусственным механизмом То есть мы не будем переходить к единой денежной системе Это означает, что нам не нужно унифицировать долговую политику Нам не нужно унифицировать налогово-бюджетную политику Это все остается в виде национальных государств Мы должны гармонизировать только косвенные налоги Которые сказываются на торговле На сегодняшний день стоит задача гармонизации акцизов Которые в России выше, чем в Казахстане Что влечет за собой серьезные искажения в торговле И гармонизация НДС Которые, опять же, в России в полтора раза выше, чем в Казахстане В Беларуси еще выше Из-за этого возникают такие турбулентности на товарном рынке Когда некоторые ловкачи Возят товар на территорию Казахстана Платят НДС 12% Потом перегоняют его в Россию Теоретически, если правильно все оформлять Это никакой выгоды не дает Потому что если вы из Казахстана Возите товар в Россию Значит вы уплачиваете российский НДС На входе, все равно он действует А потом получаете вычет Этого НДС Через Казахстанскую налоговую инспекцию То есть Переходите на те же самые российские 18% Но очень много серых схем Которые позволяют возить товар По заниженной таможенной стоимости С фальсификацией С фальсификацией качества С уклонением от таможенных пошлин И частично от НДС Ну и в совокупности Возникла такая довольно большая серая зона Товарок перекатывающегося из Китая Через Казахстан на российский рынок И они даже не заморачиваются На тему предъявления к вычету Тех НДС, которые заплатили На входе на казахстанский рынок Ну так или иначе все эти вопросы будут гармонизироваться И единая система таможенного, торгового, технического и прочего регулирования Должна быть погружена в интегрированную информационную систему Внешней взаимной торговли, которая создается С тем, чтобы обеспечить прозрачность товарных потоков Если удастся создать вот эту интегрированную информационную систему То мы тогда будем видеть, что происходит на границах друг друга И контролировать любые товарные потоки Ну задача пока это далека еще от решения Но в 2-3 года ее решить можно Мы не собираемся расширяться в политической плоскости У нас, в отличие от Европейского союза Отсутствует парламентское измерение вообще У нас нет задач и не планируется создание парламента Евразийского экономического союза Но пока интегрируются три страны Россия, Белоруссия и Казахстан Но с такой, я бы сказал, не очень значительной, мягко говоря, ролью парламента Все решения принимаются на уровне глав государств и правительств Отсутствие парламентского измерения, в общем-то, не сильно сказывается на интеграционном процессе У нас действует межпарламентская ассамблея Евразес Члены которой не избираются, в отличие от Европейского союза А делегируются национальными парламентами И вот эта межпарламентская ассамблея Евразес Которая функционирует в Петербурге на той же площадке, что и межпарламентская ассамблея СНГ Выступает в роли такого, я бы сказал, наблюдателя Следящего за интеграционным процессом, разрабатывающего модельные законы И выполняющего такой консультационной функции С формированием Евразийского экономического союза Парламентское измерение пока под вопросом вообще Ясно, что если одновременно будет ликвидировано Евразийское экономическое сообщество То, скорее всего, и межпарламентская ассамблея Евразес Должна будет прекратить свое существование И заменена какой-то аналогичной организацией Уже на страны-члены Евразийского экономического союза Они, как вы понимаете, отличаются У нас сегодня в Евразес 5 государств А в Евразийском экономическом союзе 3 государства Киргизия, которая находится в Евразес Подала уже 3 года назад заявку о вступлении в таможенный союз И единое экономическое пространство И планирует присоединиться войти и в Евразийский экономический союз Но дорожная карта по Киргизии пока не утверждена Появилась Армения, которая тоже хочет войти в таможенный союз И предполагается, что на предстоящем, на следующей неделе заседание Высшего Евразийского экономического совета Главы государств примут решение о утверждении дорожной карты По присоединению Армении Остается Таджикистан, который есть в Евразес Но который так и не подал до сих пор заявку на вступление Евразийский экономический союз И эта страна, она как-то немножко оказалась сейчас в стороне От интеграционного процесса В то же время все эти государства входят в АДКБ Это организация договора о коллективной безопасности Из интеграционного процесса выпал Узбекистан в какой-то момент И до сих пор в него не вернулся Таким образом, у нас продолжается такая сложная система взаимоотношений С нашими ближайшими партнерами Некоторые из которых не определились еще по своему принципиальному участию Тем не менее, этот процесс создания общего рынка практически завершен Работает наднациональный орган Евразийская экономическая комиссия Которая преобразовалась из комиссии Таможенного союза Этот наднациональный орган функционирует в двух ипостасях Коллегия комиссии Которая состоит из 9 человек по 3 человека от каждого государства И которая является руководящим органом всей этой конструкции Управляет ее текущей деятельностью Все решения принимаются коллегией И эти решения затем могут быть пересмотрены Или по чувствительным позициям они должны быть утверждены Советом Евразийской экономической комиссии Который состоит из представителей государств В лице вице-премьеров Отвечающих за соответствующие вопросы в национальных правительствах То есть коллегия Евразийской комиссии Это международные чиновники Которые получают зарплату из бюджета комиссии Которые должны отстаивать общие интеграционные интересы Выступать от имени всего Евразийского экономического союза Как единого субъекта И совет, который формально стоит выше коллегии И который имеет право отменять любые решения коллегии Если то или иное государство окажется с ним не согласным Но таких случаев у нас было очень мало Примерно 2000 решений было принято комиссией таможенного союза Потом уже Евразийской экономической комиссии И на 2000 решений был всего лишь один случай Когда на совете было заветировано решение коллегии Связанное с введением защитных мер против импорта комбайнов Казахстан, который комбайны не производит Это решение коллегии потребовал отменить Потому что счел, что оно противоречит их интересам в сельском хозяйстве Ну вот собственно один случай на 2000 не так много Есть правда одно судебное разбирательство Которое пока не завершено Это спор между Белоруссией и Россией В части экспортных пошлин Возможно этот вопрос наконец будет урегулирован На последних переговорах в Астане В конце следующей недели Когда собственно планируется подписать договор о Евразийском экономическом союзе Суть этого спора сводится к следующему Белоруссия перерабатывает 24 миллиона тонн нефти А добывает всего 2 миллиона тонн То есть 22 миллиона тонн это российская нефть А потребляет всего 8 миллионов тонн То есть 2 трети нефти, которую Белоруссия перерабатывает Она отправляет на экспорт Согласно нашим двусторонним договорам При этом взымается экспортная пошлина Которая целиком зачисляется в российский бюджет Белоруссия считает эту схему Противоречащей идее таможенного союза И нашей фундаментальной договорно-правовой базе Потому что с точки зрения правил происхождения товаров Эти нефтепродукты являются белорусскими нефтепродуктами Поэтому с точки зрения этой логики Экспортная пошлина взымаемая с белорусского товара Как они считают Должна эти белорусский бюджет Но наша логика другая Она основана на том, что экспортная пошлина Это есть форма изъятия природной ренты И когда мы настояли на том, что экспортная пошлина Должна поступать в бюджет той страны Откуда происходит товар Мы исходили именно из этого Что получателем экспортной пошлины Должна быть страна, откуда произошел природный ресурс Потому что это форма изъятия природной ренты Сверхприбыли, которая образуется Благодаря тому, что у нас есть такие месторождения А экспортная пошлина на нефтепродукты Это пошлина не на нефтепродукты По сути, это пошлина на нефть Которая содержится в нефтепродуктах Поэтому, исходя из этой логики Пошлина должна изыматься в российский бюджет То есть здесь совершенно разные подходы В рамках которых невозможно найти общее решение Это чисто вопрос, который требуется решать Политической плоскости И он непрерывно является предметом переговоров И судебного разбирательства в суде Еврозес У нас создан суд Еврозес Который впервые в нашей межгосударственной практике Получил право рассмотрения хозяйственных споров До этого суд СНГ, даже как и суд Еврозес В предыдущий период Рассматривал только споры между государствами Поэтому довольно такой серьезный шаг вперед Когда появился наднациональный суд Имеющий право и полномочия Рассматривать конфликты, возникающие между хозяйствующими субъектами А также претензии хозяйствующих субъектов к наднациональному органу Таких претензий уже некоторое количество накопилось То есть суд реально работает И есть уже его первое решение Таким образом у нас создан полноценный таможенный союз Довольно значительные элементы единого экономического пространства И вся эта работа сегодня будет политически оформлена Через неделю будет подписан в Астане договор О Евразийском экономическом союзе Который объединит таможенный союз и единое экономическое пространство В одно название Евразийский экономический союз При этом Остается открытым вопрос О присоединении Армении и Киргизии Этот процесс, который потребует определенного времени И довольно сложная у нас ситуация возникла с Украиной Она возникла в связи с тем, что украинское руководство Начиная с правительства Тимошенко-Ющенко Взяло жесткий курс на европейскую интеграцию Подготовлен проект договора между Украиной и Евросоюзом О создании ассоциации Одновременно с этим Украина подписала с нами Многостороннее соглашение о свободной торговле А также в Украине действует до сих пор Ратифицированный ими закон о едином экономическом пространстве С Россией, Беларусью и Казахстаном Соглашение об ассоциации с Европейским союзом Сильно отличается от нашей модели интеграции Если у нас решения наднациональных органов должны приниматься консенсусом В рамках коллегии действует процедура квалифицированного большинства Должно быть две трети голосов членов коллегии И мы исходим из того, что члены коллегии, как я уже говорил Представляют евразийское экономическое пространство как единое целое То есть принимают решения, исходя из понимания общих интересов То в рамках Совета Евразийской комиссии И Высшего Евразийского экономического совета Который состоит из президентов В одном случае и премьеров В двух ипостасях Все решения принимаются консенсусом Поэтому любая страна имеет две возможности Заветировать любое решение В рамках комиссии решением Совета комиссии Может быть заветировано решение, как я уже рассказывал на примере одном И Высший Евразийский экономический совет Имеет право любое решение комиссии отменить На уровне глав правительства или глав государства То есть у нас есть три уровня контроля Вице-премьеры, члены совета Представляющие страны Премьерский Высший Евразийский совет И президентский Высший Евразийский экономический совет В Европейском союзе действует иная модель В которой доминирует европейская бюрократия И Украине вовсе не планируется предоставлять какой-либо голос В решении тех вопросов Которые она передает на уровень Европейского союза Соглашение об ассоциации построено по такому колониальному образцу То есть Украина рассматривается как колония Европейского союза В том смысле, что она должна выполнять директивы Европейского союза Во всех областях торгово-экономической политики Но при этом она не имеет права голоса при принятии этих директив То есть, ну как колония, получающая указания из метрополии Украина обязуется следовать европейским директивам в области торговой политики Таможенного администрирования Технического регулирования Санитарно-ветеринарного контроля и так далее Создается такой квазинаднациональный орган Между Украиной и Европейским союзом 50 на 50 из чиновников Но этот орган может только мониторить Насколько Украина соблюдает свои обязательства перед Европейским союзом Насколько она хорошо выполняет директивы Принимать какие-то рекомендации в адрес Европейского союза Вот это совет ассоциации, так называемый, не имеет права То есть это односторонняя зависимость И, собственно говоря, так устроен процесс европейской интеграции Я почему называю Европейский союз бюрократической империей? Потому что при принятии решения абсолютно доминирует Наднациональный бюрократический механизм Сегодня в Европейском союзе примерно 30 тысяч чиновников Эти 30 тысяч чиновников фактически определяют Торговую политику Европейского союза У нас нет возможности сегодня говорить Ни с Германией, ни с Чехией, ни с Францией О торговле Вся торговля это полномочия Европейского союза Европейский центральный банк полностью определяет Денежно-кредитную политику Здесь никакая страна не имеет ни малейшего права голоса Техническое регулирование, принятие стандартов Такая же точная картина И вновь присоединяющимся странам Создается фильтр В котором они могут застрять навсегда Украина это тот пример, когда Европейский союз Не обещает Украине членства И не планирует этого членства Оставляя Украину в роли младшего партнера Такой колонии своеобразной Где должны действовать европейские законы Быть европейская юрисдикция Украинское законодательство должно быть приведено В полное соответствие с европейским В торгово-экономической сфере И не только в торгово-экономической По многих других вопросах И таким образом они видят интеграцию Надо сказать, что конфликты, которые в последнее время происходят Между европейской бюрократией и национальными государствами Неизменно выигрывают евробюрократию Она выиграла конфликт с Грецией И полностью подмяла Грецию На невыгодных для Греции условиях Сделав Грецию по сути дела Бесправным государством В рамках Европейского союза Конфликт с Италией закончился тем Что в Италии вынуждены были сформировать Техническое правительство Опять же в угоду европейской евробюрократии То же самое произошло в Испании И до недавнего времени в Португалии Которая с большим трудом сегодня Расплатилась с первоочередными обязательствами Добилась права на самостоятельность То есть в принципе Евробюрократия постепенно поглощает Национальное государство И даже в таких мелких сферах Казалось бы чувствительных для национальных культур Производство национальной колбасы Знаменитые венгерские шпикащики Они запрещены в бюрократии Европейского союза В системе общепита То есть еврорегулирование Оно доходит фактически до каждого магазина До каждого предприятия И все вынуждены этому делу подчиняться И как любая империя Европейская бюрократическая империя Тоже стремится к расширению Такой закон государственных и надгосударственных образований В рамках этого процесса расширения Они сначала придумали для себя Гуам против России А после того, как он провалился Они разработали систему Восточного партнерства Это проект, который был инициирован Польшей И поддержан англичанами И очень энергично американцами Весь проект Восточного партнерства Сводится к тому Чтобы вырвать из нашего постсоветского пространства Как можно большее количество государств Через создание ассоциации с Европейским союзом Они сейчас близки к тому Чтобы часть Украины подобрать Молдавия планирует подписать соглашение об ассоциации Уже этим летом Грузия то же самое Армения отказалась Поскольку соглашение об ассоциации Несовместимо с членством Армении в ОДКБ И вся эта европейская экспансия В основном направляется политическими целями И целями евробюрократии В политической плоскости Здесь доминируют Соединенные Штаты Потому что главным политическим объединением их является НАТО И через НАТО американцы доминируют Во внешней оборонной политике всех европейских государств И собственно говоря Они толкают сегодня Украину В ассоциацию с Европейским союзом Так же как и Молдавию В торгово-экономической части доминирует Европейская комиссия Если проанализировать Что Украина собственно может получить От ассоциации с Европейским союзом То здесь сплошной негатив на ближайшие 10 лет То есть Украина теряет в торговле Потому что снимаются таможенные барьеры И украинские товары В значительной степени будут тесниться европейскими Поскольку обнуляется импортный тариф А европейцы на европейский рынок То есть украинские товары на европейском рынке Не конкурентоспособны в большинстве своем А те, которые конкурентоспособны Это прежде всего сельскохозяйственная продукция Будет длительное время квотироваться То есть Украина как бы в одностороннем порядке Свой рынок открывает А европейский рынок будет защищен квотами В части сельскохозяйственной продукции Кроме этого То есть здесь уже Украина получает Минус 2 миллиарда долларов в торговле сразу Второй момент Под вопросом оказывается Наше соглашение о свободной торговле с Украиной Поскольку Такого рода ситуация Когда возникает переток Украинских товаров Они вытесняются европейскими на наш рынок Плюс к этому Не исключен факторе импорта Европейских товаров под видом украинских Например сборка автомобилей У нас свои правила происхождения товаров по автомобилю У них свои правила будут И согласно этому соглашению Товары собранные на украинской территории Считаются украинскими товарами В нашем понимании Они таковыми не считаются Поскольку это отверточная сборка И таким образом Возникает такая трудная ситуация Которая ведет к вытеснению Украины Из зоны свободной торговли с нами Если это произойдет Украина получит еще минус 4 миллиарда долларов В торговом балансе ежегодно Кроме этого Переход на европейские технические регламенты Которые требуют гигантских инвестиций По оценкам самих украинских экспертов Больше 150 миллиардов евро То есть для Украины Участие в ассоциации с Европейским Союзом Это минус практически по всем направлениям Их кормят обещаниями западных инвестиций Но ситуация такова Что на половину Половину инвестиций Которые Украина получает Это российские инвестиции Они идут через офшоры в основном Но именно Россия является главным инвестором В экономику Украины Ухудшение торгово-экономического климата С России неизбежно сократит Снизит и инвестиционную активность Наших предприятий Таким образом Соглашение об ассоциации для Украины Невыгодно Она теряет суверенитет И мало что приобретает экономически Потерь здесь больше, чем приобретение Поэтому Янукович отказался Подписывать это соглашение Как показали наши расчеты С украинскими экономистами вместе После подписания соглашения Об ассоциации И его реализации Быстро Она предполагается В основном Сразу же После ратификации Через месяц вступит в силу Украину ждал неизбежный дефолт Янукович отказался Но Давление со стороны американцев Европейцев На поглощение Украины Было столь велико Что это все кончилось Госпереворотом И сейчас гражданской войной На Украине Украина Погружается в социально-экономическую Катастрофу Для нейтрализации Нужны гигантские Сегодня деньги Мы оценим их Примерно 50 миллиардов Долларов Это для стабилизации 100 миллиардов долларов Для того, чтобы Не упал уровень жизни Так более-менее Все наладилось В условиях конфронтации Которые американцы Ведут против нас Они против нас Ведут просто самую настоящую войну Именно американцы Толкают сегодня Эту насильскую хунту Воевать все дальше и дальше Провоцируя нас На введение войск На Украине Вот эта американская Оголтелая Агрессивная позиция По развязыванию войны Фактически Украина Обрекает на катастрофу В этой ситуации Неизбежен По всей видимости Раскол этого государства И в той части Которая Откажется подчиняться Киевской хунте Возможно Выстраивание нормальных Торгово-экономических отношений А в той части Которая окажется Под контролем Проамериканского Такого Марионеточного правительства После выборов Едва ли можно ожидать Сохранение кооперации С нами Поскольку Украину Принуждает Буквально силой Подписывать соглашение Об ассоциации С Европейским Союзом А подписав это соглашение Она навсегда Выпадает На обозримую Перспективу Во всяком случае Из процесса Евразийской Экономической интеграции В заключение Добавлю Что Евразийская интеграция Тем не менее Расширяется Наряду с зоной Свободной торговли В СНГ Которая у нас Уже сформировалась Многосторонний На финише Переговоры С Вьетнамом О создании Зоны свободной торговли Планируются Также Переговоры Ведутся они С рядом Арабских стран И У нас Зона свободной торговли Сербии Черногории Действует Венесуэла Проявляет интерес Ряд Латиноамериканских Стран Возможно Что После Происходящего Сейчас Визита Нашего президента В Китай Более активным Станет участие Китая В интеграционном Процессе Который идет Через шанхайскую Организацию Сотрудничества То есть Процесс Интеграция Будет Дальше Я уверен Расширяться И Этот процесс Будет Успешным Потому что В отличие от Европейской Интеграции Которая Использует Методы Принуждения В том числе Военного Принуждения Против Национальных Элит Евразийская Интеграция Основана На принципах Уважения Общих Интересов Взаимовыгодного Партнерства И Сохранения Национального Суверенитета Во всех Тех Областях Которые Не связаны С торгово Экономической Сферой То есть Мы Уважаем Разнообразие Культур Мы Уважаем Национальные Интересы Друг Друга У нас Каждое Государство Имеет Право Вета Даже Маленькие Государства Хотя Россия Имеет 85% Киевского ВВП Но Тем не менее Мы Согласились С тем Что Все Страны Равны По-настоящему То есть У них Одинаковое Количество Голосов И Они Могут Равноправно Принюмать Участие В Работке Решения И Эта Модель Интеграции Евразийская Она Гораздо Более Привлекательна В современном Мере Чем Империи Не Ладится Поскольку Они Декларируют Принцип Правого Государства Декларируют Принцип Демократии Законности А Сами Развязывают На Украине Гражданскую Войну То есть Явно Здесь Нестыковка Но Тем не менее Мы По-прежнему Предлагаем Европейцам Крупномасштабное Соглашение О Сотрудничестве С Преференциальными Торговыми Инвестиционными Условиями И Будем Надеяться Что они Рано или поздно Одумаются Ну вот В целом Такой мой Рассказ Про интеграцию У нас еще 7 минут На вопросы Если есть Да Пожалуйста Скажите Параг Отклоняется Завершение Переговоров По основному Готову Сновидим Или Яст Да С Ястом Переговоры Шли Сейчас После того Как Американцы Начали Против нас Войну Эти Переговоры Остановились Яст Прекратил Пока Переговоры Что касается Новой Зеландии То здесь Нет совпадения Интересов Такие переговоры Ведутся Но для Новой Зеландии Самое главное Это молоко Молочные продукты И мясо Для нас Пускать Молочную продукцию Новой Зеландии На рынок Это убийство Для нашей Молочной продукции Поскольку Кто знает Если в Новой Зеландии Не нужно строить Коровников Новой Зеландия Страна Где все время От 15 до 25 градусов Коровы Пасутся Под открытым небом Капиталоемкость Сельского хозяйства Крайне низкая Эффективность Очень высокая И самое главное В Новой Зеландии Все практически Молочные Молокоперерабатывающие Заводы Работают На принципу Сельхозкооперативов То есть Это не наши монополисты Которые сдувают цену А там все так устроено Что Работать на минимизацию цены На расширение Объемов производства И сбыта И здесь у нас Нет совпадения Интересов Объемов зеландцев Все на свободной торговле Без молока Тоже не имеет смысла Да пожалуйста А вон девушки Давайте У меня к вам Три вопрос Первый Какова природа Для российского экономического союза Потому что Насколько мне известно Когда МИД писала Сценарную часть Они программировали Это как аналог Европейского союза И вместе с тем Договорились Симферны Что это Международная организация Вот как Что такое Загиблик Получилось Это первый Второй вопрос Вы сказали Что единая деличная единица Пока не Продвижается В единии Но Наш Министр Нахачев Считает Что Как я говорила Что Через пару лет Все-таки Такая деличная единица Появится То есть Она все-таки Появится И она Анатолизна Вообще Третий вопрос Дезеграция Подразумевает Следующий раз Эта грация Подразумевает И учили себя Плющим Таким образом Если мы Стоим Евросийский Экономический Союз Получается Что Домашний Союз И Ев Он Поглащается Тогда Каким образом Армения Присоединяется К Евросийскому Союзу Она Собирается Присняться Только к Пакет Таможного Союза Как так Возможно Если Она В принципе Должна Присоединяться Сразу Понимаете Это все Одно и то же В том смысле Что Юридически Это Последовательность Организации Которые Являются Правоприемниками Друг друга Комиссия Таможенного Союза Была Преобразована В Евразийскую Экономическую Комиссию И вся Догорно-правая База Была Сохранена Теперь Таможенный ЕП Как таковой Он вообще Существует Чисто Номинально Как Пакет Договоров С функциями Комиссии Таможенного Союза Преобразованной В ЕЭК Поэтому Здесь просто Никакой Разницы Нет Соответственно Создание Евразийского Экономического Союза Как Международной Организации Влечет за собой Ликвидацию Евразийского Экономического Сообщества Сообщества Другой Международной Организации С пересекающимися Функциями Вот Собственно И все Договорно-правая База Остается В смысле Правоприемства Абсолютно Одной И той же Сейчас Договор О ЕЭС Поглощает Часть Договорно-правая База И Имеет Отсылки На ту часть Которая Остается Самостоятельно Например Таможенный Кодекс Он не Поглощается Договором О ЕЭС Но В этом Договоре Есть ссылка О том Что Таможенный Кодекс Действует То есть У нас Здесь Просто Идет Постепенное Точнее Непрерывное Упорядочивание Договорно-правовой Базы С полным Сохранением Правоприемства Что касается Денежных единиц Такое решение Президентов Так решили Президенты Поэтому Можно На тему Рассуждать Но Планов Перехода К единой валюте У нас нет И Было Многократно Отфиксировано Что мы Этого делать Пока Во всяком случае Не собираемся Поскольку У нас Горизонт Сегодня до 2025 Года Появился С подписанием Договора В Российском Экономическом Союзе Там решения Некоторые Спланированы До 2025 Года Значит Можно считать Что до этого Времени Этот разговор Едва ли Будет Так сказать Возобновлен По единой валюте Правая природа Международная организация Ну Не понял Международная организация Или Интеграционная Объединение Или это все Причина Понимаете Это все Споры для юристов Поскольку Ну Я понимаю Что Что Здесь Могут быть Разные Юридико Международные Последствия Вот Но Решили создавать Международную организацию Так записано В проекте договора При этом Представь Самому Следить За действием Могут Что Вы Скажете Могут Они Непосредственно Светят Да И контролируют Евразийский Объединение Ну Конечно Я же Говорю Что В отличие От европейской Интеграции Которая Действительно Была В качестве Примера Для нас Изначально Евразийская Интеграция Она ограничена По своей Сфере Регулирования То есть Это частично Делегирование Суверенитета Наднациональному органу В форме Международной Организации Но этот Наднациональный орган Он не поглощает Государство Каждое государство Остается Со своей Правосубъектностью И каждое государство Имеет право Проведения Международных Переговоров Поэтому у нас Переговоры Все Вот о которых Я говорю Ведутся По принципу Три плюс один Три государства Плюс комиссия Европейский союз Ведет переговоры Как единое целое И в ВТО У нас будет Такая же картина Значит Государства Члены ВТО А комиссия Вообще непонятно Как тут будет ВТО представлена И будет ли она Представлена вообще После того Как ВТО Признает Наш таможенный союз То есть Здесь Очень много Возникает Таких Юридических Правовых моментов По которым Нет пока решения Пожалуйста Вопрос В территории России Отреизуется Вослимам Проект В котором Участвуют Внимание Китайская сторона Китайская сторона Я имею в виду Которые советы На Номер Как вы считаете Есть ли Риск Изменения Состава Участников В следующей ситуации Комиссии Ну риск Конечно Есть Если Европейский союз Присоединится К санкциям Которые будут Усугубляться Сейчас Пока Таких санкций Нет Но тем не менее Если мы Столкнемся С финансовыми Санкциями Запрещающими Инвестиции То для французского Партнера Будут сложности Конечно Так давайте Два вопроса Еще Да Мне надо уже Уезжать Пожалуйста Два вопроса Есть Первый Вы Упрыгнули О том Что есть Планы По созданию Свободного Рынка Суда По всей видимости Это требует Определенной Мобильности Персонала Шипетового Вместе С тем Национальные Законодательские Мобильные Миграции Они Уводят Определенное Ограничение На мобильности Граждан Как вам Видится Решение Проблем В связи с Противоречением Действующих Национальных Законодательских Увл. Сминитация С рынком Труда Это Первый Вопрос И Второй Вопрос Вы Упоминали О том Что Одним Из Средств По контролю За серыми Схемами Таможенными Является Убедрение Создание Интегрированного Кромосозной Системы Таможенного Союза В 2013 Году Насколько я знаю Российская Федерация Существила Существу Национальный Узнос Создание Этой Системы Какой стадии Находится Ее Создание Сейчас Спасибо Последний Вопрос Технический Отвечу Так Значит Что Проведен Конкурс Деньги Передали Евразийской Комиссии Комиссия Провела Конкурс Отобрана Организация Которая Должна Быть В качестве Главного Подрядчика По этой Работе Но К сожалению То Что Сейчас Делается Не соответствует Исходному Замыслу То есть Есть большой Риск Честно вам Скажу Что вся Эта Идея Не будет Реализована И вместо Интегрированной Информационной Системы Которая Должна Обеспечить Функционирование Системы Регулирования Как единого Целого Наднационального И национального Мы получим Какой-то Уродливый Гибрид Который Будет Нефункциональным Так вот Такая Опасность Есть По Миграционному Законодательству Его надо Адаптировать К требованиям Единого Рынка Труда И Здесь У нас Две Разных Траектории Российская Белорусская Достаточно Глубоко Продвинулась Российская Казахстанская Не очень Но Здесь Больше Вопросов Казахстанской Стороне Но Я уверен Что мы Эти вопросы Будем Постепенно Решать Они Такие Чувствительные Очень Много Ведомств В этом Деле Завязаны Вопросы Национальной Безопасности Реадмиссии Возникают И прочее Но Они Все Разрешима Давайте Девушке Дадим Последний Вопрос Конечно Вы Елена Вы Сказали Что Сегодняшний День Не совсем Понятно Возвращение Резвекистана И Розесс Хотелось Узнать Вашу Точту Зрение Каковы Перспективы Как Планируется Заявка С их Стороны И Как Перспективы Вообще Участие Азербайджана Вообще Возвращение Возвращение Пока Я скажу Что ситуация Как раз Здесь Понятна Азербайджан Не планирует Участвовать Нигде Узбекистан Тоже Но Если Азербайджан Имеет Сегодня Очень Устойчивый Положительный Сальдо Торгового Баланса И экспортирует Нефть И больше Ни о чем Особо Не думает То Для Узбекистана Ситуация Немного Более Сложная Противоречивая И Узбекистан Ждут Очень Серьезные Испытания В будущем Потому Что Тот Гибрид Очень Своеобразный Хозяйственного Регулирования Административная Система Закрытости Экономики Уже С трудом Позволяет Его Присоединять То есть Там Придется Сильно Менять Внутреннюю Систему Регулирования Чем Дальше Мы Этот Процесс Отодвигаем Тем Сложнее Его Будет Решать Но Я уверен Что Узбекистан Тоже Присоединится Потому Работа